Всем привет, это Катя. Сегодняшнее видео будет опять-таки о моих покупках, и эти покупки будут исключительно под влиянием YouTube. Я посмотрела видео о девушке, никаком, и я просто заразилась идеей купить именно то, что она приобрела, но не совсем то, потому что, не знаю, мне не совсем будут подходить эти вещи. Я приобрела очень такое хорошее количество, я не знаю, разных средств из серии «Чистые линии». Наверное, начну вот с волос. Купила вот такую маску «Чистая линия», видимый эффект за одну минуту, продлевает яркость цвета, устанавливает структуру волос от кончиков до корней, от корней до кончиков, и волосы у нас более мягкие и блестящие. Дело в том, что эта маска мне обошлась в 46 рублей, и эффект действительно просто потрясающий. Она не делает волосы жирными, вот именно как раз таки у корней, вот кому это надо. Дело в том, что лично я люблю, чтобы маска была жирная, такая вот увлажняющая, силиконистая, не знаю, как сказать. Но эта маска ничуть не хуже, чем какие-то там профессиональные, или даже фруктис или блескур, от которых у меня в ванной лежат. Очень сильно понравился мне эффект за такую цену. Запах потрясающий. Остается какое-то время даже на волосах этот запах. С клевером он здесь, да, для окрашенных и эмилированных. Хотя мне эта маска абсолютно не нужна для окрашенных, потому что наоборот я хочу, ну, как-то убрать этот ужасный цвет волос черный. Ну, скоро я уже покрашусь. Но все равно я ее купила, потому что, не знаю, так хвалила на ее, что прям тоже захотелось. Также я купила тоже еще одну маску, эту я еще не попробовала. Красота и сила с крапивой для ослабленных и ломких. Они у меня не ломкие, они у меня не ослабленные, но мне хотелось как-то их увлажнить, чтобы вот эта вот часть волос была прям такая живая-живая. Она укрепляет волосы от корней до кончиков, предотвращает выпадения, волосы густые и блестящие. Эту маску я не пробовала, но на нее почему-то я больше возлагаю своих надежд. Хочу, чтобы она была прям жирненькая-жирненькая. Но вот у кого короткие волосы или тонкие волосы, которые не хотят изжирнить их, вот эта маска просто потрясающая. Просто потрясающая, и вам она, может, даже лучше подойдет, чем вот эта. Но эту я еще не попробовала. Так, дальше я купила спрей, хотела просто обычную водичку, просто побрызгаться, побаловаться. И чтобы никакого эффекта особо и я не ожидала, за 37 рублей вот такой вот спрей с ромашкой. Выбирала я исключительно только по запаху. Запах вот скошенной травы. Ну как вот у большинства этой серии чистой линии, вот такой запах натуральный. Улучшает состояние волос по всей линии, объем без утяжеления, и волосы легко расчесываются и блестят. Блеска я пока что не заметила, но дело в том, что я даже не подозревала, что будет такой объем. Я несла их только на корне, потому что, когда я носила, я прям чувствовала там немного так липко. То есть это не просто спрей какой-то увлажняющий, как Лискур, еще какой-то. Действительно есть объем. Я не знаю, видно, не видно, но я его почему-то ощутила сегодня, потому что, когда я искупаюсь, иногда волосы прям какие-то прилизанные. Но вот я нанесла спрей на корни, а на кончике уже масло. Вот. Поэтому без фиксации, без всего абсолютно, я не знаю. Сегодня мне нравится, как они выглядят. Я надеюсь, что это как раз-таки от вот этого спрея. Тоже очень понравилось, я не знаю. Если ставить оценку из пяти, я бы поставила пять. Да, потому что я буду им пользоваться теперь всегда. Я не люблю всякие там склеивающие такие эффекты. Например, вот недавно купила Veloflex такой вот. Я хотела как выровнять их. Или пешка у меня нет, я хотела феном как-то выровнять. Но они прям жесткие стали, какие-то сухие, как солома. Вот не хотела как раз-таки никакой фиксации, а просто вот именно, чтобы они были ровненькие. Этот спрей то, что надо. Так, дальше я просто помешана сейчас на всяких-всяких скрабах для тела, потому что я пока еще не загорала. Просто белая. И сейчас самое время как раз-таки убирать старую кожу и готовиться к загару. Купила скраб для тела. Массажный эффект тоже с эфирными маслами. Эфирных масел я там почему-то не ощутила, потому что я думала как-то они будут сжечь кожу, либо освежать. Я не знаю, этого ничего не было. Кожа более гладкая и упругая. Да, это абсолютно так. Здесь потрясающие такие частички. Такие же, как в скрабе, вот чистая линия для лица. Такие, типа, как абрикосовые вот эти штучки. Частички. Очень нежно, деликатно отшелушивают. Мне очень понравилось. Ничего такого геля антицеллюлитного, ничего пока не покупала. Вот, только скраб. Очень понравился. Я бы не сказала, что он быстро расходуется, потому что другие скрабы у меня еще быстрее расходуются. Так что это даже такой экономный вариант. Обшелся он в 80 рублей мне. Так что тоже очень рада. Совсем недавно, но уже почти кончается у меня вот такое вот гель для умывания от Ифраше с ромашкой. Сначала я подумала, что он классный, пахнет здорово, чем-то таким лимонным, приятным. Но дело в том, что этот гель, он не пенится ни на мочалочке, ни на спонжике вот этом от The Body Shop. Абсолютно просто какая-то субстанция отвратительная, но пахнет приятно. Я купила вот такой вот гель от чистой линии, гель для умывания. Это просто в 100 тысяч раз лучше, чем вот это вот. Стоит 50 рублей это, по-моему. 200, я не знаю, сколько он стоит. В миллион раз лучше, потому что он и пенится, и запах приятнее, и эффект почему-то мне нравится гораздо-гораздо больше. Вот сегодня абсолютно без тонального, без всего, только ресницы накрасила. Кожа ухоженная, никаких воспалений, ничего нет. Это очень понравилось. Для жирной кожи не сушит. Мне не сушит, я не знаю, мне кажется, летом у меня вот как раз-таки жирная кожа. И также уже заодно, потому что я уже подумала, что это быстро кончится, он такой, небольшого объема. Я купила от 100 рецептов красоты гель для глубокого очищения. Наверное, все его тоже пробовали для никакой кожи. Вроде жирного блеска, но я думаю, для жирной кожи. Вот, этот пахнет просто классно, чем-то лимоном, цитрусом. Он тоже здорово пенится. Я просто не знаю, я просто так не ношу руками гель. Но вот на спонжике и на щеточке очень классно пенится. И расходуется гораздо меньше. Всеми, абсолютно всеми своими покупками от чистой линии 100 рецептов я довольна. Наверное, я даже поменяю какие-то свои взгляды на уход за волосами и за лицом. Решила, что нужно что-то такое бюджетное, потому что и пахнет лучше, и эффект классный. Вот именно как раз таки нужно покопаться, поискать что-то такое. Или просто посмотреть видео других девушек, которые хвалят как раз таки нашего производителя в плане косметики. Не знаю, я просто в восторге. Теперь у меня вся ванна в этих тюбиках зелененьких. Это было все. Еще одну такую заметку хочу сказать. Дело в том, что когда я купила вот такого цвета лак, мне, в принципе, я не выбирала никакую фирму. Первый папаш, вот мне нужен был такой цвет абсолютно. Лимонный, желтый, какой-то такой неоновый цвет. Взяла первый папаш. Вышел он мне, ну так, недешевый лак этот. Вот такой вот фирмы. Я просто влюбилась в него. Дело в том, что так классно наносится. Кисточка у него просто потрясающая. Очень-очень ровно все там прокрашивает. Такая тоненькая вроде бы. Не знаю. Вот наносить им лак одно удовольствие. Я думаю, что надо еще таких вот купить. Каким-то других цветов. Странно, никогда не покупала. В разы лучше, чем с Эли Хансен. Чем какие-нибудь там люксовые лаки. Какие там я покупала, не знаю. И Смаран, и Дульча Габбана, не знаю. Очень-очень классные. Все, теперь я только эти буду купать. Всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, вам было интересно. Всем-всем абсолютно советую пойти и попробовать маску. У кого не окрашены волосы, купите эту. Заодно напишите мне, как она вам. Это было все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok